Девушки отдыхают Кинь, если ты смотришь, привет! Вот. И, собственно, почему я сюда не сходил по второй причине? Нужны были котики. Котики нужны для того, чтобы начать вечери. Потому что изначально, я, конечно, да, у меня есть в планах стать вампиром, но для того, чтобы вообще, в принципе, начать вечери не сразу с вампиризма, чтобы я всё-таки ещё мог днём выходить на улицу и что-то делать, я бы себе хотел собрать шабаш. Потому что наверняка он для чего-нибудь мне понадобится. И для того, чтобы как раз собрать шабаш, был нужен котик. А котики здесь не спаунились, ребята, вообще. Поэтому сейчас Рамон эту проблему порешал. Где-то в центральном городе стоит, как говорят, раздатчик котиков. Ну и, в принципе, флешка мне здесь притащила три голдена лассо и немножко рыбки. Так что мы с вами сегодня попробуем себе ещё и приручить котика. Кроме того, большое, опять же, спасибо флешке. Я себе получил её знание. Теперь у меня здесь всё хорошо. И сделал я это не просто так. Мне понадобится некоторое количество предметов для того, чтобы... Чтобы. Что я, собственно, хочу сделать? У нас с вами есть какое-то количество ресурсов, но мне хочется больше. И я так подумал, что, наверное, давайте-ка с вами... Знаете, что попробуем? Давайте-ка с вами попробуем всё-таки улучшить нашу систему по автокрафту. И сделать её ещё более сумасшедшей. Я здесь себе, собственно, уже подготовил. Все необходимые, как сказать, приготовления сделал. Выкопал всё, что нужно. Единственное, что я это делал где-то недели три назад, наверное, или около того. Поэтому я уже немножко забыл, как у меня что где должно стоять. Но я надеюсь, что сейчас я всё это дело вспомню. В принципе, каким образом мы с вами будем поступать? Хороший вопрос. Ай. Давайте посмотрим, что у нас идёт в этот сундук. У нас идут broken ore. Из broken ore мы с вами, если... Как мы знаем, совместим их таким вот образом, получим gravel ore. Но этот самый gravel ore, помимо того, что можно сжарить его, можно ещё раз бить молоточком на вот такие вот штуки. Такие штуки, в свою очередь, можно скрафтить в sand. А вот уже sand мы с вами можем разбить молоточком в пыльцу. И вот эту самую пыльцу, если мы так скрафтим, то мы получим dust. И вот этот dust нам фактически даст прибавку где-то, наверное... Даст, даст. Даст прибавку где-то процентов, наверное, в 250 от оригинала. То есть где-то в 2,5 раза больше будем получать руды. Именно это я и хочу попробовать сотворить. Для всего для этого я буду использовать всё ту же самую систему автокрафта, которая уже построена. Просто немножко её расширю. Единственное, что мне нужно сделать... Флешка отсюда это дело забрала. Давайте, кстати, посмотрим, что она сделала. Потому что она мне говорила, что внизу поставила големов для какого-то проекта. Не исключаю, что как раз этот проект заключается в том, чтобы генерировать всё это дело где-нибудь здесь. А что-то я здесь никаких големов и не вижу. А, вот он. Стоит големчик. И ещё големчик. И всё это дело... Здесь какой-то эндерчест с вакуумной воронкой. И только единственное, что не понимаю... А, я знаю, где стоит второй. Второй стоит вот там. А вот это что за эндерчест? Сюда, видимо, попадает гравий. Да. Это всё так же, как и было раньше. Хотя, в принципе, я смотрю, что сейчас эта система начала работать немного стабильнее. Ой, Корвин снова требует внимания. А, ладно. С Корвином немножко попозже позанимаемся. Так. Каким образом мне бы это дело попробовать... Как бы это сказать? Настроить, наводить. Давайте я некоторое время здесь постою. Хочу себе набрать четыре хотя бы какого-нибудь из этих оров. Для того, чтобы получить ор на переплавку. Хотя, конечно, в принципе, можно было оставить систему и в таком виде. Я, если честно, не знал, что флешка вот сюда всё это дело поместила. Ой, уголь. Ну, а с другой стороны, почему бы нет? Давайте я здесь некоторое время останусь. Заодно пойду поглажу Корвина. И мы с вами подождём, пока у меня будет четыре кусочка какого-либо из этих оруд. Так. И вроде бы у меня есть всё теперь необходимое. Кстати, пришёл Рамон. Он вам всем, ребятки, передаёт привет. И желает хорошего настроения. Так. Я вроде бы теперь вспомнил, что я хотел здесь сделать. Вот здесь будет стоять первый сундук. Первый сундук будет стоять вот здесь. Вот здесь будет стоять второй сундук. Второй сундук будет стоять вот здесь. Что у нас будет дальше? Эй. Сервер, живи. Что у нас будет дальше? Дальше у нас вот эта труба вот здесь отцепится. И всё то, что здесь крафтится, пока есть ничего не крафтится, будет у нас отправляться уже вот по этому пути. и приходить вот в этот сундук. Дальше. Где-то, наверное, вот... Ням-ням-ням-ням. Да, наверное, где-то вот здесь. Даже вот так, наверное, можно сделать. Должна стоять ещё одна нода. Давайте, наверное, сделаем вот так, для того, чтобы её поставить мордой кверху. Уберём отсюда... Эй, этим рубить неудобно. Уберём отсюда каблу, и в неё мы поставим World Interaction Upgrade в количестве двух. Я надеюсь, что двух мне хватит. Это будет нода, которая будет собирать те предметы, которые валяются здесь. Таким вот макаром. И она, эти предметы, должна будет отправить на... Она их должна будет отправить... Зачем я сюда поставил интересную эту штуку? Непонятно. Она их будет должна отправить на переплавку. В принципе, вот этот сундук... Я не уверен, что он здесь сильно необходим. Хотя... Нет, он здесь-таки необходим. И я даже знаю, для чего я это сделал. Ладно, немножко сейчас по-другому сделаем. Вот здесь нужно сказать, что по этой трубе все предметы идут строго дальше. То есть вот так. Все предметы идут туда, в тот сундук. И вот из этой ноды всё то, что выпадает, Оно идёт... Наверное, давайте даже действительно это дело засунем под землю. Идёт это вот так. Вот таким макаром. Так. Здесь можно немножко закрыть пол. И дальше. Здесь сейчас у нас, по идее, да, должны быть вот эти штуки. И эти штуки. Давайте здесь тоже всё закроем. Здесь можно было, кстати, крышечку поставить для полноты, так сказать, зрелищности. Ну ладно. Берём големчика. Привязываем его к этому сундуку. И даём ему Core Use. Теперь мы говорим то, что ты делаешь райт-клик на блоке. И ты будешь брать совершенно любые предметы, которые лежат здесь. А помещать ты их будешь, дорогой наш товарищ, вот сюда. Давай, возьми какой-нибудь блок и помести. Не? Не хочешь? Тебе нужно задав... Так. Так-так-так-так-так-так. Давай-давай, ставь. Возможно, надо отключить Use on Block на Empty Space. Давай. Возьми что-нибудь и поставь сюда. Будь хорошим големчиком. У меня в сингле это работало на этой же сборке. Не притворяйся, что ты не знаешь, что я от тебя хочу. Давай, големчик, не тупи, маленький. Ладно, пока големчик тупит, давайте сделаем следующее. Таблет of Dynamism будет стоять вот здесь. И единственное, что мне теперь ещё нужно сделать, это взять молоточек из Ex nihilo. Ну, флешкой я об этом позаботилась. Есть у нас здесь два молоточка. Оба Unbreak'и. Ну, давайте возьмём вот этот. В принципе, без разницы. Я, если честно, думал обойтись самыми обычными деревянными молотками, но уж если здесь есть такие, то почему бы не использовать их? И положим её вот сюда. Левый клик. Да, вот по мне она пытается долбить. Всё правильно. Так что теперь, если мы всё-таки големчику сможем рассказать, что ему нужно помещать предметы вот сюда вот, то он, по идее, должен начать это делать. Алюминум. Там что-то ещё. Ой. Чё ж мы так лагаем-то? Да что ж такое? Как я не зайду писаться, обязательно какие-нибудь лаги. На любом сервере. И копер. Я надеюсь, что у него хватит фильтровочных мест. Хотя мне казалось, что он работал прекрасно и без фильтров. Ну, может быть так ты это будешь делать? Галемище. Поставь. Поставь сюда штучку маленькой. А, погодите-ка. Shift. Вот. Вот оно чё. И все вот эти предметы успешно засосались у нас вот сюда. И они дальше должны будут сейчас отправиться на автокрафт. Ну и где они? Крафтим, крафтим. Крафтим. Крафтим, крафтим. Там что-то происходит. Почему два? Где остальные? Ну. Как-то себя странно ведет эта штука. А. Погодите-ка. Мне кажется, куда-то нужно было поставить спид-апгрейды. Почему их две? Их же было больше. Во. Из них должно было что-то получиться. А получилось из них у нас сэнд. И големчику надо теперь, наверное, убрать фильтры для того, чтобы он пробовал ставить вообще любой блок. Ну и чё? Так. Все забирается. Все засасывается. Все отлично. Вот сюда бы еще спид-апгрейд. Господи, Корвин проснулся опять. Вот громкая котяшка. Давайте спид-апгрейды попробуем поставить в доду, которая у нас внизу пытается забирать предметы. Спид-апгрейды, допустим, четыре. Угу. Вот сюда. Так будет быстрее явно. Бум. Штоп. Бум. Бум. Вариант это Dust. Вот его сюда уже отправлять не надо. Но для того, чтобы я настроил фильтр, мне нужно, чтобы этот Dust вообще здесь где-нибудь появился. Давайте в таком случае вот сюда положим... О! Сколько уже много всего. Интересно. Этот Dust уже отсюда... А он сюда все равно попадает. Надо, чтобы он уже попадал не сюда. Надо, чтобы он уже попадал у нас в общую сортировочную систему. Как мне это лучше провести? Я полагаю, что не просто так у меня вот там вот был такой желобок, который я сейчас закрыл. Наверное, для чего-то я это делал. И вот этот сундук, скорее всего, здесь тоже стоял не просто так. Но, ладно, при всем при этом Dust у нас с вами появляется вот здесь. То есть, по идее, его нужно вот из этой штуки отправлять не вот сюда, а вот туда. То есть, мне нужно себе сделать алмазную... Или найти, точнее, фильтровочную трубу. Я думаю, что есть такая штука где-нибудь здесь обязательно. И у меня с собой уже готов фильтр. Давайте попробуем найти, где у меня теперь живет этот Dust несчастный. Иди сюда. Dust, Dust, Dust. Все остальное еще можно как-то крафтить. Это уже можно только как это называется, плавить. Сделаем фильтр. Самый обычный, не инвентированный. Коппер, Алюминум, Тин. Еще должен быть Айрон и Голд, как минимум. И вот это дело мы с вами будем отправлять на переплавку. Погодите-ка на переплавку. У меня же там тоже были настроены фильтры. Соответственно, это дело может у нас нифига не переплавиться. где у меня могли быть настроены фильтры. Вот здесь ведь, наверное. По белой стороне. Да. Тин Ор, Тин Ор Грейвелл и Алюминум. Здесь Алюминум и Тин. Алюминум и Тин. Есть у нас такое дело. Иди сюда. Надеюсь, что я успею. Алюминум и Тин. У нас идут по белой трубе. Так. Теперь то же самое нужно сделать со вторым фильтром. Сюда тоже как-нибудь вот так, допустим, добраться. О, здесь у нас все остальное. Айрон, Коппер, Голд и опять Коппер. Кто-то игрался с моими фильтрами. Я не понимаю, откуда здесь берется вот такая вот труда. Так. Коппер. Остальное надо ждать. Поэтому пока что мы с вами вот этот фильтр сюда вернем. Хотя сейчас... А, сейчас вообще не должна работать наша система сортировки. Потому что я отрубил все, что только мог. Так, ну, давайте как-нибудь попробуем спровоцировать систему. Мне все-таки нужно получить Dust. А на данный момент Dust, по идее, все еще идет вот сюда, потому что я здесь ничего не поменял. Давайте тогда хотя бы пока что поменяем трубы и проложим их вот так. У нас здесь будет по красному пути определенный фильтр. Сейчас там только вот эти три Dust. И идут они вот отсюда, то есть при крафте. Единственное, что как-то очень, по-моему, медленно все это работает. Наверное, нужно попробовать поставить спид-апгрейды еще и на забирающую ноду. Здесь-то точно не надо. Ох, как не хватает все-таки SFM или чего-то типа того. У меня есть ощущение, что сейчас моя система просто настолько запуталась в предметах, которые у нее здесь лежат, что просто не знает, что ей делать дальше. И я не уверен, что это хорошо. Потому что наш, допустим, тот же самый Crushed Iron Ore не может просто туда попасть. Давайте попробуем посмотреть, что у меня здесь стоит за Ау. Вольно. Что у меня здесь стоит за апгрейд на вот этой штуке. А здесь никакого апгрейда нет. Давайте попробуем здесь поставить апгрейд пошустрее. Возможно, это поможет. Это я тоже как-то тестировал и все прекрасно работало. И, кстати, стак-апгрейд можно туда тоже поставить. Хотя там не бывает стаков, кого я обманываю. Где тут наша нода? На. Теперь это должно быть мгновенно. Ау. Табличка, не бей меня. И что тут у нас? Нет, они все равно такое ощущение, что меняются просто в количестве двух и дальше не идут. Давайте попробуем поставим тогда спид апгрейд сюда. Отсюда уберем. А поставим в вот эту ноду. А? такое ощущение, что особенно ничего не поменялось. Так они просто будут быстрее меняться между вот этими двумя слотами. Как же сделать так, чтобы предметы проходили по большему радиусу? Потому что так у нас руды было пять и в принципе можно было подождать некоторое время. А так у нас с вами руды количество умножилось фактически на три. И уже получается вовсе не так все хорошо, как хотелось бы. Так, дайте мне минутку, наверное, придется что-нибудь другое придумать. Итак, YouTube, интересно, получится или нет. Я хочу по максимуму убыстрить вот эту ноду. Ну, три. Как по максимуму? Конечно, не по максимуму, но мне не хочется делать дополнительные спид апгрейды. И вот эту, тоже три. И хочу сделать небольшой буфер в виде сундука. И думаю присоединить его вот сюда. Здесь у меня высоты интересно хватит? Вроде бы хватит. Вот сюда поставить сундучок и здесь сразу же поставить крышечку. И все, естественно, сюда уже перебежало. Это не совсем то, что мне было нужно, но да ладно. Мы с вами освободили вот этот сундук. И дальше вот здесь самый-самый, что ни на есть, медленный нодой, которую только можно придумать. Почему у меня их две непонятно. Я вроде одну брал. Ладно, ничего страшного. Протащить медленную-медленную трубу, которая будет вести вот в этот сундук. То есть у нас медленно отсюда ресурсы будут забираться вот сюда. И я надеюсь, что тогда у этих быстрых нод будет шанс все-таки все ресурсы, которые есть вот в этом сундуке, пропустить через автокрафт. Возможно, что-то скрафтится. Потому что сюда ресурсы будут прибывать быстро, а убывать отсюда они должны очень медленно. Похоже, что нет. Похоже, что опять я не очень прав. Они все равно бывают только из первого слота. Мне бы как-нибудь сделать так, чтобы они... А, погодите-ка. Нет, Брэдс Ферст и все прочее у нас только позволит изменить направление труб. Но, к сожалению, не позволит изменить направление инвентаря в сундуке. Я не смогу сделать так, чтобы предметы забирались с краю сундука. Вот же незадача. Как же сделать? На самом деле здесь даже ванильные воронки будут слишком быстрыми. Потому что... Ага, ага, погодите-ка, а может быть... Вот как же заставить ее запихивать предметы дальше? Такое ощущение, что успевает пройти максимум 2 слота. Нет, так опять не работает. Ладно, думаю, дальше. Итак, YouTube, наша система более или менее работает. Я думаю, что я, наверное, ее еще улучшу. Но, по крайней мере, сейчас она проходит половину необходимых предметов. И, возможно, я потом просто уберу оттуда, допустим, алюминий и олова, которых у нас в достатке. А оставлю только золото и копер, которых у нас маловато. Ну, ладно, там посмотрим. На самом деле, все-таки давайте попробуем под конец серии заняться вечери. И я, если честно, искал-ускал, никак не могу найти, где же у ребят палочка. Есть такое ощущение... Ой, господи, палочка, мелок. Есть такое ощущение, что они его до сих пор не сделали. Но, в принципе, я думаю, что ингредиенты такие я найти смогу достаточно просто. Мне нужно 6... Да, хотя, наверное, мелок сразу лучше делать больше, поэтому давайте сразу 12 возьмем таких штуки. И гипс. Гипс, гипс, гипс. Это, похоже, единственный способ, как его сделать. Foul Fume и Quick Climb. Foul Fume только 4. Да вы что? Куда вы его деваете? Жрете, что ли? Так, Foul Fume... А, погодите, это в 10-лере же нужно было делать. А в 10-лере у нас вот. О, еще один Foul Fume. Foul Fume и Quick Climb. 4, допустим. Раз, три, четыре. Пусть у нас будет побольше гипса. И вот это, наверное, все нужно скинуть вот сюда. О, World Seed у меня здесь валяется. Так, UDash у нас есть. Джипсом сейчас будет. И, кстати, я 2 сразу мелка получу, можно было на этом остановиться. Tear of Goddess. Слеза богини. Одна штука. А делается она при помощи дыхания богини и лазурита. Дыхание богини, дыхание богини не вижу. Дыхание богини, по-моему, делается при помощи березы. Да, березы есть маленько. Давайте 16 возьмем. сделаем еще побольше дыханьев. Тут только 2 баночки. Возьмем баночки отсюда. Или можно будет их сделать. Богини, дышите. Так, мне еще понадобится лазурит, кажется. Он здесь тоже есть. А зачем я делаю себе на самом деле сейчас мелки? Потому что для того, чтобы, в принципе, привязать к себе фамильяра, мне придется сначала вызвать демона и вытащить у него сердце. Единственное, что я не уверен, то, что мой текущий меч на это способен. Лазурит 133 из 450. Мне бы хотелось на нем лаг сделать побольше. Так, возможно, получится, что я смогу выбить и не одно сердце, а некоторое большее количество. Так, наверное, хватит мне пока 4 дыхания богини. Вуд Эш. Молодец какой. Он же мне нужен. Конец в порядке, он внизу справа. Так. Теперь, че это нужно совместить, кажется, вот здесь. Два джипсума есть, еще бы два мне сейчас подготовить. И было бы все совсем хорошо. Да, это в тистерии. Брайс оф Гладос и Лапис Лазури. Лазури. Лазури, Лапис в глазури. Лазури, конечно же. И баночки заканчиваются все-таки. Делаются они из глины. Может быть, здесь где-нибудь есть? Что-то я не наблюдаю. Ладно, пойдемте сделаем баночек. Интересно, глина-то у нас вообще есть? Кстати, смотрите, какой построили домик. Я не знаю, кто строил, наверное, флешка. Вообще прикольно. Шляпка ведьмы. О, Родан мне подсказывает, где наша база. А то я заблудился. Спасибо, мужик с молотом. Или что там у тебя? Наверное, молот. Страшные релкрафтовские звуки. Так, глина. Я на самом деле, кстати, да, ребята здесь слегка запустили систему сортировки и не просматривают вот этот вот ансортед. Надо бы им напомнить, что это все-таки лучше делать. А то здесь все может забиться успешно, как это и уже случилось. Куда может помещаться глина? Хотя, насколько я помню, о, глина. только хотел сказать, что ее можно делать при помощи ботании. Потом увидел, что не надо ничего делать при помощи ботании, все уже есть. Отлично, стек. У нас горшочков надо где-нибудь пожарить. Есть и где-нибудь какая-нибудь печка, которая работает на чем-нибудь недорогом. видимо нет. Видимо придется жарить там. Ну, в общем, да, если у нас здесь отключены генераторы энергии, хотя, с другой стороны, в плане печек надо будет тоже посмотреть, что здесь тоже имеется. Возможно, самым максимальным решением будет печка из Таункрафта, как ни странно. Жарьтесь. Так, а здесь у нас ну, последний дожаривается. И готово. Oil of Vitrol. Давайте делать слезы богини. Почему ты не делаешься? Чего я делаю не так? А, баночек нужно больше. Извините. Больше баночек. Так, должно хватить на одну еще. Пока она делается. Мне нужно сделать вот такой простенький рецепт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Промахиваю себя по клавишам. Два мелка. Так, на то, чтобы сделать Infernal Mel, который мне понадобится, мне нужен Netherworlds, Netherworld и Blaze Powder. Да, вот где бы не помешала система удаленного заказа предметов. Хотя, не исключаю, что это тоже все уже там было, я просто не нашел где. Значит, сделаем еще. Ничего страшного. Так, Blaze Powder есть, Netherworld. О, Netherworld у меня вообще с собой. повезло. Там наверняка нужно сколько-нибудь энергии алтаря для того, чтобы этот отвар настой получился. Но там у нас сейчас 10 тысяч, поэтому я не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. мы... Так, кидаем в какой последовательности. Сначала Netherworld, потом Blaze Powder. Ой, потом... Ой, ты молодец. Я, по-моему, в обратной последовательности кинул, да? Да, сказал одно, сделал другое. Ну ладно, вроде бы для котла последовательность не сильно важна, потому что я вижу то, что здесь зелененькие партиклы пошли, значит процесс идет. И сейчас мы с вами да, получили красный мелок. Вода авто наполнилось, это хорошо, и на меня навесились самые разные интересные эффекты. Понятно. Так, для демона мне нужно абсолютное зло, но для начала мне нужен круг 15 на 15. Кстати, мне еще ведь нужен золотой мел. На секундочку. Золотой мел, Мандрей Крут, Голд Наггет и Ритуальный Мел. Так, это скорее всего глюки же. Ты же глюк. Да, ты глюк, я знал. Есть у меня такая нехорошая черта глюки славливать после занятий в вечере. Это нормально. Так, Мандрей Крут надо искать, наверное, там. А вот Голд Наггет, я не уверен, что они где-то здесь есть уже готовые, хотя я не исключаю такой возможности. Нет, похоже, что нету. И Мандрейка здесь точно нету, поэтому нужен нам здесь где-то были слитки. Возможно, в слитках есть кусочек золота. О, здесь даже Наггеты есть. Наверное, имеет смысл их всех отнести. Ну ладно, не все. Половину отнести в комнату свитчери. И белый мелок, который также есть. Кроме того, мне нужно, давайте сразу посмотрим, из чего делается абсолютное зло. Абсолютное зло. Делается из-за лазного испарения и слезы гаста. Опаньки. О, не опаньки, все в порядке. Получаем мы, кстати, сколько? Получаем мы одну. А вот эта штука делается из алмаза и ойлов и тролль. Алмазы где-то я там совершенно точно видел в вечере, но, возможно, они есть где-то и здесь. Если бы я только помнил. О, боже, какой ужас в сундуках. Стоило оставить ребят на пару недель. А, давайте возьмем какую-то часть алмазов. Можно было, наверное, на самом деле взять и стак, потому что их там много. Полетели. Тудыть-судыть. Почти прилетели. Как тут, кстати, наши горшочки. 16 штук еще. Открывайся. Горшочки. Дыхание богини есть. Погодите, дыхание богини мне было нужно на то, чтобы... О, так мне, наверное, остальные это делать сейчас и не надо. Мне как раз хватит на еще одну, на еще один мелок. Ну, пару мелков. И этого будет достаточно. Мелки, наверное, надо положить вот сюда. Всем желающим. Ну, кроме одного, который я сейчас превращу. Так, а где вот у нас, интересно, может быть, мандрагора? Где-то же, наверное, были сады специально под вечери. Мне казалось, что я даже где-то наблюдал. Это что у нас такое? Артишок. Это еда какая-то. Что, неужели никто не высаживал сады под вечери? Это что за хрени стоят? Это бэкпэки, понятно, рюкзаки. Мне казалось же, что было поле. Неужели я ошибаюсь? Ну, что, полями, что ли, заняться теперь? Арк. Ох, может быть, здесь где-нибудь? Нет, похоже, что и здесь тоже нету. Хм. А я ведь в таком случае дальше не смогу продвинуться в этом направлении. Ладно, дайте мне секунду, я попробую здесь в сундуках найти то, что мне нужно. На YouTube я так и не смог найти, где у нас находятся фермы с вечери, поэтому пришлось сделать свою. Ну, вот такая вот, собственно, будет дурацкая маленькая ферма с вечери. Большинство здесь занимают как раз мандрагоры. И немножко меньше беладонны. И совсем немножко меньше сноубел, потому что я не знаю, где он находится в сундуках. Я тоже не смог найти больше. И вот здесь вот водные артишоки. В принципе, я думаю, что этого нам хватит на то, чтобы начать этот самый вечери. С одной стороны, я мог бы, конечно, сейчас попробовать сделать себе... Кстати, эту фигню называют лейку из экстреутилитис. Если она, конечно, здесь еще и включена. Леечка, леечка. Но рецепт, по идее, есть для того, чтобы немножко ускорить процесс. Давайте, наверное, я так и сделаю и... Ух ты, какая мельница. И увидимся с вами потом, когда я буду готов себе все-таки сотворить, чего я там уже делал, даже забыл. Абсолютное зло, по-моему. И корень мандрагоры. Более того, я все-таки, как обычно, слепой. Я на шоу, где лежат вот эти штуки остальные, поэтому высадил в поле до конца. Так. Корень мандрагоры. Корень мандрагоры мне был нужен для того, чтобы сделать абсолютное зло. Наверное. Refined Evil. Diamond Vapor. Нет, погодите, а зачем он мне был нужен? Интересно? Ладно. Давайте, пока дистиллятор свободен, сделаем здесь немножко алмазного испарения. Oil of Vitro у меня есть два. Да, я то делаю-то. Алмазное испарение. Да. Кстати, он наверняка где-нибудь здесь был. Один. Ну, ладно. Будет побольше. Дыхание богини, оказывается, было вот. Какой я молодец. Опять же, не заметил. Как обычно. Я не меняюсь. Так, так зачем же мне был нужен Мандрей Крут-то? Если бы я еще помнил. Блэйз Роуд Refined Evil. А, наверное, для того, чтобы сделать золотой мел. Мандрей Крут, Голд Нагет и мел. Давайте займемся этим. Мандрей Крут, Голд Нагет и мел. Бартик какого-то странного цвета. Непонятно, работает или нет. Слаймик, ты что здесь делаешь? Ну-ка, уйди. Ты уже не мой глюк, ты вполне себе реальный. Слоунас 2, но у нас есть голденчок. Отлично, я могу начать рисовать круги. По крайней мере, центральный круг, центральный символ можно нарисовать. Совершенно точно всегда будет здесь. А остальные круги нам сейчас нужен один круг для вызова демона. И потом еще нужен будет второй круг для того, чтобы этот демон сразу куда-нибудь не улетел. Надо будет еще посмотреть, из какого мела делается он. Но есть у меня ощущение, что из белого. Хотя, не знаю, возможно, в этой версии Вичери что-то поменялось, либо я просто уже очень давно не вызывал демонов. Но, по-моему, когда я последний раз занимался Вичери, там было что-то не такое. Замороченное весьма себе попроще. Так, а вот как бы мне вот пройти бы-то? А то рисовать тяжело. Надеюсь, что это не убьет десятитысячный порог у алтаря. Да, и все-таки сервер для меня почему-то лагает. Я так понял, что ни у кого кроме меня таких проблем нету. И это, если честно, меня пугает еще больше. Ау! Большой слизень. Уйди, слизень. Дурацкий большой слизень, много маленьких слизней. А-а-а! Зачем вы здесь спаунитесь? Тут место для занятий в Вичери. Тут много всяких цветочков, которые я срубаю вместо того, чтобы убивать вас, потому что вы очень шустрые и неправильные. О, блин, и здесь, оказывается, тоже были эти семена. Ну ладно, я, значит, нашел три места, где их можно найти. Ух, потрясающе. Так, это сделали, это сделали. Как тут наш Diamond Vapor поживает? Есть две штучки. Теперь у меня есть только одна слеза Гаста, поэтому сделаем одно абсолютное зло. Мне, в принципе, наверное, больше-то и не надо. Fall Fume можно вернуть, Diamond Vapor можно вернуть, Roder of Purity можно вернуть, еще один Diamond Vapor. Отлично, я опять забыл, что они делаются в больших количествах. Ну ладно, слаймы, алмазы, gold nugget тоже, я думаю, что вполне себе могут полежать здесь. И дыхание до новиня магии. Так, каким образом сдерживать? А, мне же еще от Tune Stone нужен. И более того, два. Обычный и заряженный. Хотя, погодите-ка. Imp, Wither. А, либо Willager, либо два от Tune Stone. Но думаю, что лучше два Tune Stone. Это будет дешевле. Wither of Magic, Diamond и Lava Bucket. Так, ну вот Wither of Magic где-то у нас здесь только что был, Diamond тоже, а вот где взять лаву? Я, конечно, могу по-быстрому сходить в Nether. Наверное, давайте так и сделаем. Мне, кстати, нужно два ведра. Странно, я выливал это ведро. Ладно, давайте выливаем еще раз. Как раз будет у нас два ведра лавы. Увидимся. Лава Драма вот тут стоит, а я бегал в Nether. Ну что ж такое? Что за небезуха? Wither of Magic это первый от Tune Stone. И Wither of Magic и Алмазик это будет второй от Tune Stone. Ать, ать, ать. так, и теперь один из них нужно зарядить. Райт of Charging, кажется, он называется, или что-то типа того. Райт of Charging. Заряжает от Tune Stone. Требуется от Tune Stone, Glow Stone Dust, Red Stone, Wood Ash, Quick Climb. Но ничего страшного. Quick Climb, Wood Ash, Glow Stone, Red Stone. Red Stone у нас есть. Glow Stone. А, и, о, и белые круги, 7 и 11. А вот сейчас-то мне и понадобятся мои мелки. Для того, чтобы нарисовать эти круги. Да, вот таким вот мы с вами будем безобразием заниматься на доменянии. Надеюсь, что мрак не обидится, что я начал вечери без него. Но зато он придет, а здесь круги. Тоже радость рисовать не надо. Я замучаюсь рисованием этих дурацких кругов. Что делать? Если мне не дают заниматься автоматизацией, значит, буду заниматься ведьмовством. Кстати, вот я единственное, что не уверен, что вот это вот все правильно. Я не уверен, что здесь будет работать магия. Но я думаю, что мы это очень скоро узнаем, как только я принесу сюда Glow Stone. Потому что там было написано, по-моему, в вызове демона о том, что внутренности кругов должны быть пустыми. Здесь цветочки и трава. Но вот трава-то, может быть, и не будет влиять, а цветочки вполне себе могут. Glow Stone. Иди сюда. Остальное все есть. Вудэшку и клайм. Да. Хотел было опять спросить, а чем нужно кликать по центральному символу. Потом вспомнил, что правой рукой просто пранкликом. Так. Я думаю, что в полете можно попробовать это сделать. Раз, два, три, четыре, пять. И шлепи. Ну, получим мы заряженный камушек. Получим заряженный камушек. Все, у нас есть заряженный камушек, незаряженный камушек. Теперь возвращаемся к Ride of Summonion. 3000 энергии, без проблем. Refined Evil сделали. Blaze Road найдем. Ender Pearl найдем. Все найдем. Вот, смотрите. Требуется 7 на 7 на 4. Но перед тем, как это делать, нужно сделать все-таки Ride of Protection. Купол, который не может быть ничем пройден, в том числе и нами. Требует 28 силы в секунду. Мощности нет, нехорошо. Тоже нехорошо, наверное. А, ну вот. Ride of Imprisoned, наверное. Slime Ball и Red Stone. Совсем простенький ритуал. Slime Ball и Red Stone. Так, Irrefined Evil. Я же его вроде бы делал. Вот он. Вот оно, мое абсолютное зло. Так, требуется внутренний круг 7 на 7. У нас такое есть. Так, Blaze Road и Ender Pearl. Давайте их возьмем. именно Blaze Road и именно Ender Pearl. Кстати, у меня с собой в начале серии были Blaze Road. Я хотел для чего-то делать вот такой вот сундучок. Забыл для чего. В итоге вот они. И Ender Pearl. Ender Pearl где вы можете быть? Вот они вы. Blaze Road, Ender Pearl, Refined Evil, Attuned Stone. Все есть. И это даже есть. Ну что, давайте попробуем убить демона и на этом серию нужно будет заканчивать. Я, если честно, очень надеюсь получить из него сердце. Было бы идеально, если бы даже не одно. Но боюсь, что даже мой меч не сможет из демона выбить больше, чем одно сердце. Это было бы странно. Так, значит, сначала мы скидываем вот эти. Давайте, наверное, даже все это аккуратненько здесь вот сейчас разместим в инвентаре для того, чтобы было проще. Факелы здесь не участвуют. Refined Evil, Blaze Road, Ender Pearl. Как-то вот так, видимо. Там ночью не надо никого там вызывать. Вроде нет. Давайте попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И поехали. Ну. Так, второй ритуал пошел. Демон. Демон, здравствуй. Ничего себе. Ничего себе, демон. Ты что такой? Эй! Ты что меня так бьешь-то? Так, у демона-то мы завалили. А сердце, я, похоже, из него нифига не получил. Ммм. Дурацкий, маленький, жадный демон. А, я понял. С ним нужно было поторговать. Это я немножко. Как бы это сказать, облажался. Эх, ну ладно, что поделаешь. Давайте скинем от Тюнстоун сюда. Потому что делать второй у меня сейчас нет желания. И, как я говорил, нам нужно с вами уже прощаться. Так что, до следующего раза. С вами был Зигзэхедж. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте то, что вы можете поддержать меня финансово. Ссылочка на Патреон есть под каждым моим видео. А мы с вами увидимся в следующий раз. До новых встреч. И счастливо!